Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Мы вчера с тобой анонсировали эксперимент. Эксперимент молодости-здоровья, он так и будет называться. И он продлится 9 месяцев. 9 месяцев каждую пятницу с 20 до 21-22 часов, в зависимости как пойдёт, мы будем работать с собой. Каждый сам с собой. Мы будем объяснять, что делать, как делать Если потребуется отработки участникам, будем их делать Если потребуется обучать психотехникам, будем их делать Если потребуются какие-то большие курсы или программы, которые мы давали ранее И пришло много новых людей, которые люди не проходили, мы их проведем Если потребуется совместная живая работа, мы готовы встретиться с людьми в Москве То есть мы будем работать на результат Целенаправленно Целенаправленно Да, мы просто каждую неделю целенаправленно будем двигаться По сути своей регенерации На самом деле Зачем нам это нужно? Ирина проговорила Классное слово Слово регенерация Мы уже как-то рассказывали про бессмертие Когда отвечали на вопрос в одном из стримов Мы говорили, что Мы находимся глубоко в психических структурах человека И мы на определенном уровне Обнаружили Что Механизм регенерации Полностью связан с механизмом боли И они как два крыла одной бабочки Диагональные крылья При этом они находятся в разных состояниях Относительно состояния сознания человека То есть Если сознание человека Пребывает в состояниях Низкочастотных Там, где присутствует Агрессия Вина Обида Злость Гордыня Жадность Зависть И так далее Весь вот этот спектр Который хорошо известен нашему человечеству И нет благодарности Как точки Пересечения Перехода в другие состояния То человеку нужна боль Для того, чтобы двигаться И тогда человек двигается Благодаря механизму боли Эти вещи мы уже описали Проговорили И благодаря им У нас есть офигительные результаты При работе со здоровьем Это вы можете видеть Даже в наших фильмах Сейчас мы это все Из языка нашего Инфодайвинговского Эзотерического Перекладываем на Из психологии И последующие книги Пойдут уже для психологов То есть для того, чтобы могли Другие люди работать Адаптивно Но опять-таки Это будет через понимание А не через состояние сознания Но хотя бы так Так вот Все, что касается регенерации Это за состоянием благодарности Там где живет счастье Радость И так далее Те состояния Которые человеку Известны И то не всем Известны как Эйфорийные И они у человека Непостоянные Они кратковременные Человек не привык В них находиться И пребывать Почему? Потому что Даже состояние благодарности Ему мало знакомо Почему? Потому что У человека есть разрыв В психике На ответственности На выносе Бога из себя То есть Если у человека Есть вынос Бога Если человек Говорит Бог Где-то там Или есть высшая сила Или есть альфа-центавра Или Есть объективная реальность Не его собственная реальность А объективная Которая виновата Которая должна Где правильно И неправильно И так далее То есть Когда от не я Идут программы В сторону я Если есть Вот этот разрыв Между я и не я На автоматическом уровне На программном На программном Когда человек Его не осознает То человек Не приходит В точку благодарности И соответственно Все состояния Где уже ответственность Взята Где Бог В человеке Ему недоступны И соответственно Человеку Обязательно У него получается Накапливается Из-за этого разрыва Информация Которую он не осознает И тогда Эту информацию Надо обнулять Вот как Мы засыпаем И когда мы засыпаем У нас информация За день Сносится И загружается Следующий день Вот благодаря этому Наш мозг Не перегружается Если человек Не спит Идет перегрузка Мозга И жизнь Человека Уже Остается Под сомнение Два-три дня И у человека Есть проблемы С тем Что он может Вылететь Вообще Из игры Так вот Здесь аналогичная История Только на большем Контуре Это жизнь Смерть Тогда человеку Нужна смерть Нужны болезни Как вариант Ухода в смерть Для того Чтобы сбросить Одну информацию И закачать Другую То есть Чтобы жизнь Продолжалась Вообще Как жизнь Как жизнь Но Если человек Осознает Вот этот Весь процесс Если человек Осознает Что он в раю Что он бог Что он счастлив И в этих состояниях В моменте Здесь и сейчас У него сразу Происходит Осознание И обнуление Вот этой информации Которую он Не тянет за собой А обнуляет Своевременно Осознает То есть Он управляет Своим вниманием Управляет Вниманием Управляет Состоянием Сознания То его сознание Двигается Чистым И тогда Ему Не нужна Не нужно Программное Обеспечение Боли Которое Подразумевает Фильтра Старения И умирания Вот этот момент Он в психике Четко прописан И градирован Мы на нем Четко сидим И мы видим Что если Выйти за эту точку И пойти дальше Изменятся структуры Психики Потому что Шло обновление Сердца Клеток печени Почек Всего Всего Для того Чтобы наше тело Не старело Ресурс на жизнь Был более длительный Вплоть до бесконечности Потому что старость Это болезнь Старость Это болезнь И вот в этих Состояниях сознания Мы видим Что если боль Отключается То регенерация Включается Видите Взаимно противоположные вещи Казалось бы Как жить без боли Тогда человек Засунет руку В костер И сгорит Нафиг целиком Ну так Вот это про осознанность Если ты дебил То тебе нужна боль То ты слепый Ты засунешь руку В огонь А если у тебя С мозгами Все нормально То тебе Наверное Ты уже можешь Управлять телом Чтобы им не рисковать То ты тогда пользуешься Знаниями Которыми естественные Открыты Да очевидные Засунь руку в огонь Огонь обожжет То есть Сам механизм Как он работает Мы видим Но Самое неприятное В этом моменте То что У нас нет опыта На который бы Могли опереться Оттолкнуться И нет То есть у нас Есть гипотеза Грубо говоря Мы видим это дело И предполагаем Что оно так должно работать Как это проверить Проверить можно на себе Проверить можно на желающих Проверить можно только Экспериментальным путем А как еще Какие-то доказательные вещи Или там Умопомрачительные вещи Здесь не работают Понимание там тоже не работает Это состояние сознания Да А как ты узнаешь Получается у тебя Выращивать растения Или не получается Пока не начнешь Этим заниматься Целенаправленно Вот это Об этом же Второй побочный эффект От этого эксперимента Это то Что человек Учится управлять Своим вниманием Там где внимание Там и создание В любом случае Если человек Будет держать Внимание на здоровье То он И будет Относиться Внимательно К своему здоровью Внимательно К своему лицу Коже Телу Внимательно К своему долголетию Внимательно К своему питанию Ко всему То есть это будет Весь комплекс И Удерживать Внимание на себе На себе Ключевое По сути своей Это почувствовать себя Увидеть себя Полюбить себя А здесь работает Такая штука Ведь с болезненным Включается Наше подсознание Включает Когда Когда человек Себя Забыл Забыл Себе не нужен Потому что Его жизнь Определяют Третий персонаж И он хочет Наказать Этих персонажей Через свою боль Чаще всего Наказательный принцип Или отомстить Или еще что-то Неважно Какой механизм Там будет запускаться Сам факт Что в данном случае Мы решаем Проблему Подсознания Удерживания Внимания На себе И Параллельно Будут всплывать Те программы Которые надо Осознать Для того Чтобы почистить Тот информационный запас Который мы Волочим за собой Вот цель Этого эксперимента Мы знаем Что он Он должен быть Бомбовым Он должен быть Офигенным И результативным Ключевое Он нам интересен Он интересен Именно нам Лично нам И мы просто Предлагаем Такую возможность Подключиться С нами Ограничений Мы не ставим Вообще никаких То есть Вы можете Подключиться С любой стадии Эксперимента Вы можете Подключиться На любую программу В любой день В любую пятницу Когда до вас Дошла эта информация Вы можете Взять И оплата Будет Каждой пятницы Производиться День в день То есть Вы приходите На платформу Сабришен Сабритен.ком У вас там Свой кабинет Вы зарегистрированы И вы просто Нажимаете кнопочку Покупаете Следующее 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 Занятие Все которые У вас есть До этого дни То что вы оплатили Они у вас Хранятся в кабинете И вы можете Повторять В течение недели Заниматься Можете Ваши отношения Это ваш кабинет Вы пользуетесь Вот этими материалами Которые Будут даваться Каждую пятницу И каждую пятницу Мы будем двигаться И это продлится До конца Этого года До конца 24-го года Каждую пятницу И потом Вы сможете Сравнивать себя До и после Своё самочувствие Свою внешность В процессе Мы будем Ещё и задания давать Потому что Мы сами Будем придерживаться Более того Где-то Потребуются Отработки Поэтому Там где Нужны будут Отработки Значит Прямо в процессе Вот Того дня Мы будем задавать вопрос Готовы ли вы Что мы сейчас Работаем с вами Потому что Есть манипуляции Например Со структурами психики Которые мы Уже делали себе И мы понимаем Что они Очень круто Сказываются На твоём восприятии Ты по-другому Видишь жизнь Ты видишь Сразу Из глубины И человек Который скользит По поверхности Он не может Это увидеть Ему грязь мешает А вот Эти моменты Когда ты Помогаешь Человеку Именно со структурами Когда ты работаешь Удаляешь грязь У человека Вдруг начинает Восприятие меняться И в принципе Согласие Мы будем спрашивать Прямо в моменты работы Вот вы тогда Прямо пишете Со мной работать Со мной не работать Опять-таки Это там Где потребуется Наше включение Это не на каждом занятии Когда потребуется Пока речь об этом не идёт Но такое тоже будет Точно так же Психотехническая база За пять лет Которые мы прошли В инфодайинге У нас очень много Психотехник Которыми мы работали По здоровью Мы всё это Выдавали на видео Это как инструменты Как инструменты И иногда нужен Один инструмент А не весь обучающий блок Чтобы человек Не проходил Всю обучающую программу То есть Это тоже будет Даваться в такие дни По мере того Что надо Куда идём С чем работаем Да И плюс Есть возможность Задать вопрос Если он появляется И получить ответ На самом деле Очень интересный путь Мы сами Находимся В большом предвкушении Мы его уже запустили У себя И действительно Интересно Интересно Очень Направить внимание Конкретно И чётко держать Этот луч Луч И здесь будет работа Каждого С собой Именно с собой То есть Это обучающая программа Для того Чтобы Люди не кричали О, они там лезут Они там Экспериментируют Они Вы тоже Экспериментируете Вы экспериментируете С собой Со своей жизнью Добровольно Готовы ли вы Добровольно Взять ответственность За свою жизнь И начать Ей управлять Готовы ли вы Вернуть Бога Домой Готовы ли вы Осознать Что вы Бог И вы выравил И вы Сами творите Свою реальность И вы сами Решаете Какой жизни Вы будете жить Готовы ли вы Взять за это Ответственность Не там Кто-то вам Судьбу Посылает И вы от неё Никуда не скажете Предскажет И вы там Сходите к Тарологу Астрологу Который вам Предскажет Или вы всё-таки Возьмёте Ответственность За свою жизнь На себя И будете работать Вот это выбор Человека И поэтому Каждый раз Когда мы будем Анонсировать Следующую Пятницу Она будет появляться На собришине Я не знаю Может быть даже Составка одна и та же Останется А может разная Не знаю Каждая пятница Будет идти Будет начинаться Со слова Эксперимент Эксперимент Просто всё Мы будем идти по чувствам Всё Это и касается И заставки Абсолютно Полностью По чувствам Абсолютно Разумный Подход На то Что надо Для того Чтобы Запустить Вот этот Механизм Омоложения В теле Ты знаешь На эту тему Мне сегодня Понравилась Информация Оказывается В США Есть на сегодняшний день Молодая компания Которая взялась Экспериментировать С молодостью У неё бюджет 150 или 170 миллионов долларов Государства сразу Только на финансирование Это про молодость И про долголетие Насколько люди хотят Чтобы это развивалось И самое интересное Что первое О чём начала говорить Компания Когда они начали Проводить эксперименты Это про уровень Развития сознания человека Мне даже стало смешно Когда я эту информацию получила Потому что Ну правильно А без этого Не о чём говорить Если вы Хотите Чтобы В теле человека Животное проявилось И жило долго Нет Если в теле человека Живёт собака Она проживёт 20 лет Нет Так это же очевидно Смотри Ты не можешь стать Нейрохирургом Не достигнув Определённого уровня развития Так и сознанием Понимаешь Ты ж не можешь С первого класса Зайти Взять инструменты И резать человека И шить его Не сможешь Поэтому это естественно Да Поэтому Поэтому Вот интересно то Что это интересно Сейчас нам И Мы просто Вот Появляется возможность Такая И у вас Вместе идти Одним потоком Одним потоком В одном направлении Это не отменяет То что Будут параллельно У нас вестись Занятия Которые будут Давать финансовую Возможность Работать на платформе И зарабатывать Деньги Обучая Начальным уровнем Инфодайвинга Это отдельные программы То есть Обучающая программа Это не эксперимент Это не отменяет Того Что С мая Начнет программа Идти для стажеров Которые опять-таки Смогут Обучать Всему тому Что мы давали Ранее Опять-таки С нашей платформы Обучать Опять-таки Следующий блок Который Мы полностью Делегируем Другим людям Чтобы они могли Это преподавать Это тоже отдельный блок То есть У нас будут Отдельные блоки Это не отменяет Выхода книг Потому что Сейчас вычитывается И готовится В издание Книга Очередная И пишется Уже следующее Опять-таки Набрасывается Книга Уже По психологии Для того Чтобы Психологи Могли сюда Заглядывать И использовать Какие-то вещи Они уже активно Их пытаются Пересказать Но дело в том Что Когда Вырвано из контекста И человек Пытается его Пересказывать Вставляя в психологию Убирая оттуда Инфодайм Это очень часто Звучит шизофренично Смотришь И смешно становится Да Потому что Вырвано из контекста Ну просто Когда вы что-то Вырываете из контекста Это звучит глупо А когда Вы хотите Что-то Действительно Донести Да То Со ссылкой На первоисточник Вы не являетесь Тогда вирусом Вы являетесь Тогда искренним Тем Кто действительно Ему интересно И при этом Не скрывает Первоисточник Для того Чтобы не пошло Искажение Чтобы у каждого человека Была возможность Послушать Допустим Вас Сослаться На первоисточник И одновременно Получается Не идет искажение И в то же время Появляется Возможность И вам Осознать глубину Благодаря тем Кто Кто будет Слушать вас И в то же время Иметь Возможность Обратиться К первоисточнику Это важно На самом деле Очень важно Тогда Не распространяется Вирус Не идет Искажение А есть Свобода выбора Вот кстати Свобода воли Свобода воли Да Поэтому Кому интересен Эксперимент Наверное Мы сегодня Подробно Рассказали Что и зачем Мы делаем Ну просто Заходите И уже в пятницу 22 марта У нас Старт Начинаем Мы начнем В пятницу В 20 часов Будет старт Тогда надо Зайти на платформу Subrition Subretion.com И зарегистрироваться А если у вас Остаются вопросы Которые вы хотите Задать При личной встрече Например Да Дозвониться Тогда нас нереально Реально Но мы Вас не консультируем По телефону То у вас тоже Есть эта возможность 20 марта В Москве У нас Мы приедем Будет встреча И задать лично Можно Во все вопросы Да В Москве Днем мы Проведем с вами Встречу Пообщаемся Уже есть Расписание Зал Адрес Все на Subrition.com Заходите туда Там билеты Продаются Входные Вы можете Зайти Зарегистрироваться И ждем вас На встрече В Москве Ответим На ваши вопросы Кому интересно Будет омоложение И здоровье Молодость и здоровье И Сразу Предугадываю Вопросы Тех Кто Вот сидит Сейчас И у него Там например Какое-то заболевание Там сахарный диабет Или Прединсультное состояние И человек Приду на встречу Меня вылечат Или приду на эксперимент И меня вылечат Нет ребята Мы Не Лечим Вы Работаете С собой Мы вам Помогаем Меняться Вы Меняетесь Вы Поправляетесь Подход Не тот Как у медицины Если вам нужен Врач То идите К врачу И с ним Вместе Он вас проводит До кладбища Если вы Хотите Действительно Поправиться То придется Измениться То есть Смотрите Вот есть Вы больной И вы Обладаете Набором Программного Обеспечения Который Соответствует Той боли Которую Вы проживаете Через болезнь А вы Здоровый Имеете Такое Программное Обеспечение Когда нет Болезни Так вот Между вами Больным И вами Здоровым Лежит Пропасть И эту пропасть Надо преодолеть Надо стать Здоровым Эту пропасть Надо заполнить С собой То есть возвратом К себе И ключ Это желание Ваше Именно желание И интерес Внимание Да За вас никто Ничего не будет делать Абсолютно Поэтому Возвращение К себе Начинается С удержания Внимания На себе И Интерес к себе Интерес к себе Любовь к себе Ценность себя Уважение к себе А это о жизни О здоровье Это и есть уже А это совсем По-другому Выстраивается Жизнь И вы По-другому Относитесь К себе И тогда Вы создаете Ту реальность Где к вам По-другому Относится А вариант Вот этот Когда я Не изменюсь Я буду Таким Каким Я была Но я хочу Чтобы у меня Ушла боль Этот вариант Уже Не пройдет Между Человеком Больным И человеком Здоровым Есть разница В программном Обеспечении А это значит Разница В привычках Реакциях Эмоциях Проявлениях Реализации И так далее В настроенных В отношениях В мышлении Во всем Вот надо стать Здоровым Где все это Выстроено в гармонию И ваши Ваши реакции Привычки Программы Эмоции Проявления Отношений И так далее Становятся Здоровыми Не правильными Или неправильными А здоровыми Меняетесь Вы Меняется Все в вашей жизни Ваша жизнь Меняется Как вы меняетесь Вот это уже зависит От вашего Желания Луча То есть И луча Внимания Если вы Луч внимания Не держите То естественно Вы будете меняться Только камнем вниз Это естественно Естественный процесс Естественный Сила тяжести Да А желание Жить Желание быть Счастливым Пожалуйста Добро пожаловать Держите луч Внимания Умейте его Удержать на себе На интересе Любви К себе С благодарностью А выход В регенерацию И омоложение Возможен Только через Осознание Благодарности И через Счастье Других выходов Нету Господа Представляете Мы предлагаем Пройти путь В счастливую жизнь В счастливую Здоровую Где вы Осознаете Себя Создателя Если вам Это интересно Если вы Интересны Сами Себе Если вам Интересна Ваша Жизнь Добро пожаловать С платформа Сабришин Subretion.com Заходите Регистрируйтесь И до встречи 22 марта В 20 часов На платформе Так и хочется Так и хочется сказать Паровоз Начинает Двигаться В путешествии К себе Поехали Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Добавил субтитры ДimaTorzok Добавил субтитры ДimaTorzok 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 Добавил субтитры Добавил субтитры ДimaTorzok 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 Добавил субтитры